Приветствую вас, друзья, после праздника летнего сен-состояния. Мы возвращаемся к нашему циклу бесед. И сегодня у нас неожиданный заход. Мы перемещаемся по полю индоевропейских традиций. С одной стороны, географически на север Руси к границам и городу Санкт-Петербургу. А в плане традиций мы перемещаемся наоборот в Азию и поговорим про индуизм, про радикальный тантрический путь с нашим гостем. Здравствуй и тебе слово. Намаскар всем присутствующим. И тебе, Евгений, тоже намаскар. Я Триамбакакалагни, такой мой духовный псидваним. Сойдемся на том, кому он покажется слишком сложным в плане произношения, могут ко мне обращаться в комментариях, как Артем. Я ученик Адинаха Махкау Хайрау Джадхара, известного также как Хайрау Ананда. Некоторые свои ранние книги он так подписывал. И да, я практик радикального леворучного тантризма. Я практикую уже конкретно ту ветвь, в которую мне посвятил мой гуру Джи уже. Ну, именно прям плотно практикую с своей женой год. До этого у меня были различные другие направления, назовем так, около тантрические, но без, конечно, не в то, что подразумевает на Западе. И в том числе был долгий опыт взаимодействия, изучения различных темных пультов, индоевропейских. Поэтому опыт, так или иначе, у меня в этом вопросе есть. И я с радостью поделюсь теми знаниями, которые я имею, которые получил сам или от моего гуру, которые имею, конечно же, рассказывать с Евгением, с слушателями. Для начала я, конечно, хочу, так сказать, осветить вот это вот наше пространство разговора маленькой духовной практикой, чтобы расстроиться на определенные, ну, скажем так, волны, на определенные вибрации. А после этого, я думаю, Евгений уже будет задавать мне определенные вопросы. И по ходу действия будем разговаривать, разбирать и духовно просвещаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда пространство очищено от всяких сенсорических помыслов и влияния злых духов для того, чтобы мы могли рассуждать на различные божественные беседы, я с радостью ожидаю вопроса от Евгения, на который я в силу своих возможностей буду отвечать. Я просто ремарку сделаю, что я к явлениям техники отношусь как к чему-то демоническому. Я где-то даже писал не раз, что взаимодействуя с кем-то гаджетами, надо какую-то произносить, если не молитву, то какой-то обережный заговор, ослабление. Всегда подходить с мыслью о богах к явлениям титаническим. В течение Касперского заглянаю, вирусы, языки. Соответственно, подув в Канглин, все те злые духи были призваны и очищены. Это, конечно, абсолютно правильный подход. Но про путь интересует. То есть я думаю, будет это особо интересно. Такая серия вопросов для аудитории, для тех, кто только познакомится и впервые об этом услышит и познакомится в том числе с тобой. Можешь ли ты кратко или в подробностях на твою меру глубины ответа сказать, как ты в целом пришел, даже не столько в тантризм, а вообще к духовному поиску, к духовному пути, понял, что в этом мире без богов вообще делать нечего? Ну, скажем так, наверное, мне не приходилось это понимать, потому что с самого раннего возраста для меня это было как нечто само собой разумеющееся. То есть для меня уже с самого детства нет такого понятия, что сначала, грубо говоря, ты не верил в бога или в богов, а потом резко поверил. То есть для меня как бы божественность, оно было само собой разумеющееся, и то, к чему не нужно приходить, образно говоря. Конечно, в разные периоды в моей жизни под божественностью понимались разные аспекты, в том числе и был период в моей жизни, как, я думаю, у многих людей на постсоветском пространстве, христианский период жизни, когда я достаточно усердно искал бога в стезе вот этой вот религии, и когда я разочаровался, я уже начал углубляться в, скажем так, то, что, наверное, христианство посчитало демоническим и грешным. Самое интересное, если так покопаться в моей биографии, наверное, первая книга по магии у меня появилась лет в 10, чтобы не соврать, максимум в 11. То есть уже на тот момент во мне проявлялась определенная тяга к неизведанному, к самопознанию, к саморазвитию, в том числе к обретению каких-то, скажем так, состояний просветления. И где-то, наверное, уже начиная лет с 14, я понял, что, ну, конечно, на тот момент я бы не смог бы это все так философски красиво изложить, но в тот момент я уже понял, что то, что понимают под божественностью большинство людей, вот эта вот светлая ликость, благостность, это самая маленькая, наверное, часть того, что мы можем видеть в этом мироздании. Однако, если божественность, это настолько большое, всеобъемлющее, всемогущее, то не может же только вот эта вот маленькая мизерная часть мира относиться к Богу, а все остальное относится, ну, образно говоря, к дьявольщине, к шайтанам и всяким другим инфернальным духом. То есть на тот момент у меня уже сложилась какая-то определенная картина мира, что, наверное, большинство людей ошибаются, угут, ну, либо ошибаются, либо угут, либо и то, и другое одновременно. И уже где-то, начиная лет 14-15, я обратился, так или иначе, к темным культам, к шуйному пути, который, в общем-то, описывал Велеслав Мунян, тогда появились его книги. Изучал в том числе, конечно, очень отдаленно, чтобы не обидеть Евгения, скандинавский путь, но сразу говорю, что очень отдаленно, не углубляясь в него. Также изучал различные культуры Древней Греции, Египта. Мне все это было интересно, потому что я понимал, что, ну, даже если рассматривать этот вот христианский, исламский период времени, это же все относительно не так давно появилось, ну, в пределах истории человека разума. В то время как есть гораздо более глубокий, такой хтонический слой, который погребен в земле истории, который тянется многие тысячи лет назад, когда люди прибегали к шаманизму, к языческим культам. И все это, в общем-то, действительно взарыло в землю этот вот авраамический духовный путь, они все это зарыли в землю, спрятали от людей. Тем не менее, это же такой кладезь истории и знаний, и уже, в общем-то, вот в этот ранний период своей жизни я это понял и обратился именно к этим культам. И я не могу сказать, что как бы это сильно трансформировало мое восприятие мира. То есть, как бы я уже, как сказал ранее, мое отношение к божественному, так или иначе, было всегда. То есть, я всегда чувствовал, что есть Бог и есть Бог, что это не то, во что нужно поверить, или то, во что не нужно. Ведь это просто вот как само собой являющийся. Смотрим мы ночью на небо и видим звезд. Это не то, во что нужно верить, или то, во что не нужно. Это само собой есть. И в тот момент для меня это тоже было чем-то естественным. Естественно, и просто темные культы, скажем так, они очистили весь тот швак из моей головы. Ну, не будем, конечно, говорить плохие слова. Просто все то ненужное, весь тот швак, весь тот мусор, который во мне вбивали аврамические религиозные культы. И мой ум стал гораздо более открыт для постижения, скажем так, более уже теневого, более теневой стороны вот этого вот духовности, духовного саморазвития. То есть, что не нужно, образно говоря, постоянно враждовать собой, подавлять какие-то свои определенные качества, якобы они от дьявола или от шайтан. Так что все в природе естественно, и все проистекает из божественности. И нужно учиться жить в гармонии с этой божественностью, из природы вокруг тебя, и в том числе с самим собой. А не вот этот вот... Надо себя сломать, подавить, и тогда ты попадешь куда-нибудь в хорошее место, и то после смерти. Ну, вот такой вот мусор, в общем-то, я в начале своей духовной практики вычищал из своей главы. Где-то начиная лет с 18, наверное, я уже... Я уже и к тому моменту был знаком с восточными традициями духовными. Хотя, конечно, буду честен, но в большей степени я был с ними знаком то, как их больше всего людей понимает. Ну, йога секса и прочее-прочее. Вот. Тогда уже лет где-то 18 я начал более удобно изучать этот вопрос и открыл для себя огромный кладезь интересной информации. Причем, что самое интересное, когда пришел я в индуизм, в тантрические духовные практики, я обнаружил для себя вот что. что все вот эти вот элементы духовного саморазвития, все вот эти вот логические, философские мысли, все это уже в том или ином виде присутствуют в этой тантрической традиции. То, к чему я мог приходить долгие годы в своей личной практике. Образно говоря, то, что мне приходилось самому лопатой расчищать путь, идя к определенному откровению, назовем это так, это откровение уже было понято древним тантрическим мастерами. Хрен его знает, сколько веков назад и давно уже изложено в древние писания, да еще к тому же несколькими мастерами другими обосновано, расширено и донесено, в общем-то, более понятным и ясным языком. Тогда, конечно, для меня это был своего рода разрыв шабона, потому что, ну как же так, я же вот уже несколько лет занимаюсь духовным саморазвитием, я просто стремлюсь с огромным трудом даже мельчайшую крупинку вот этих вот знаний получить, какое-то откровение, озарение, а тут, пожалуйста, все ясно написано, все ясно написано и вообще, чем я, получается, все эти годы занимался. Так, в общем-то, пришел я в изучение тантрических практик, это продолжалось достаточно долгое время, ну, в общем-то, и по сей день продолжается в моей жизни, я изучаю тантризм в тех или иных его аспектах. Сейчас, конечно, я более углубленно изучаю ту ветвь, которую посвятил меня Городжи, но, да, получается, с 18 лет я начал углубленно изучать тантризм, различные его виды, будь то шайба шактийский тантризм, шактийский тантризм и различные другие его ипостаси. И когда я понял, что, в общем-то, я нашел свою гуру, я начал активно, назовем так, набиваться в студенты, в ученики, и вот, получается, год назад Городжи дал мне освящение в Махсамаю Видью, главную тантрическую, назовем это, проще говоря, манту, потому что больше людей знает это именно по таким названиям. Дал мне практики моей жене, высшие тантрические, ведущие к обжествлению, ну и дал специальную пуджу, главной богине нашего тантрического пантеона, нашей мандовой, и вот, в общем-то, уже как год я счастливо практикую на этот путь и ни о чем не жалею. Давай тоже для зрителя и в целом для понимания структуры, вот, ну, локализуем конкретную, так сказать, Даршану, конкретную передачу, вот есть, ну, как я представляю, что есть там континент Индии, где проживает много народов, есть обобщенный, в кавычках, обобщенный индуизм, в рамках которого есть панишады, сутры, веды, тантры, там, гаты, и еще ряд текстов, каждый из которых там порождает свои школы, свои Даршаны, внутри которых там, вплоть вот до культов конкретных там деревень уже, то есть вот такое вот, как огромное ветвие, которое ответвится до самых маленьких таких финальных уже культов и алтарей, вот в этом большом дереве, как бы, можешь ли ты проследить вот от своего алтаря вот этот, ну, ветвь до, ну, корня, скажем так? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что правильно именно такого логичного цепочка прослеживания, но я бы сказал, наверное, что сколько существует антрических мастеров, сколько и существует тантрических традиций, потому что даже если брать наиболее авторитетные какие-то тантрические тексты, ну, в общем-то, танкры, каждый пору может трактовать эти тексты по-разному. Так, это вот ответвление, то есть есть как вот узел танкры, а от него уже ветвится. Если говорить, на самом деле, наверное, проще начать более с такого основного, так сказать, элемента, и уже идти дальше и дальше. Как известно, ну, или неизвестно, главными божествами нашей антрической манды являются Махакао Хайрава и Махакали. И тут, наверное, стоит начать разговор с мифа появления в Хайрава, потому что это крайне интересное божество, которое, скажем так, наверное, большинство людей, если разобрать в принципе вот этот вот образ Хайравы, большинство людей его либо возненавидят, либо повоятся, либо будут просто всякие нехорошие слова говорить. начинается миф о явлении Хайравы с того, что бог Брахма и бог Вишну поспорили между собой, кто из них является главным богом. У бога Брахма были свои доводы, что он творец вселенной, он ее породил, значит, он главный бог. У Вишну были свои доводы, ведь без силы Вишну, бога поддержания, никакие творения Брахмы не смогли просуществовать даже одного момента. И так как они не смогли прийти к какому-то общему решению, они решили обратиться к другим божествам, к мудрецам, мистикам, к гуру. И те единогласно объявили, что главным богом является Шива. И эта новость, скажем так, очень сильно раздосадовала Брахму, очень сильно раздосадовала настолько, что тот начал ругать Шиву всякими скверными словами, что Шива, он таскается по помойкам, кладбищам, шмашанам, а я живу в дворце. Он носит обноски, покрытое его тело пеплом сгоревших покойных, а я ношу всякие чистые белоснежные одеяния и пахну как альбийские луга. Шива ест всякую гадость трупов, что найдет, то и сожрет, а я ем самую прекрасную и чистую еду. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Множество якобы доводов приводил Брахму в пользу того, что Шива не может являться главным богом, да и вообще даже его божественность под сомнением, учитывая, как он себя ведет. И тут, конечно, легенда разнится. Ну, как бы, да, Брахма объявил, что нет, я отказываюсь верить, что Шива является главным богом, и тут легенда разнится, потому что в моей любимой версии легенды в этот момент, когда Брахма все это говорил, его пятая голова косилась на его купающуюся дочку, которая купалась в ручье, руднике, я не думаю, что имеет принципиальную роль, и в голове этой пятой Брахма возникали всякие эротические мысли по отношению к своей дочке, то есть здесь возникает отход от собственных же убеждений, видите, Брахма говорил, что он весь такой чистый, святой, блаженный, в то же время в его пятой голове возникали эротические фантазии по отношению к собственной дочери, как понятное дело, что в том числе и в Индии инициация тогда очень негативно воспринималась и воспринималась по сей день, то есть, скажем так, на словах я Лев Толстой на деле оказался не так чистый, благоприятен, как пытаюсь сказать, и тот момент возник из пространства младенец и Брахма сказал, вот, мой гнев породил новое существо, это значит, что это подтверждение того, что я высший бог, я назову тебя Бхайрава за твой истошный рёк и крик, тогда младенец вырос в юношу, юноша вырос в ужасное существо и сказал он тогда своим рёвам, ты Брахма не по понятиям себя ведёшь, ведь ты гандонишь Шиву за то, что он ведёт себя не по понятиям, что он ведёт себя не как бог, и уж тем более не как верховный бог, якобы, что он по помойке лазает, жрёт, что попало и прочее, прочее, но при этом ты весь такой, белоснежный и блаженный, костишься на свою обнажённую дочку, и в твоей дурной голове возникают эротические мысли, ты сам, Брахма, в общем-то, не так благочестив, как хочешь об этом думать, и, в общем-то, за то, что Брахма гандоню в Шиву не по понятиям, Хайрава отрезал ему в общем-то эту пятую голову, после чего у Брахма стало четыре уже головы. Дальше миф разворачивается интересным образом, но вот этот момент стоит разговаривать подробнее, потому что кто такой Брахма в индуистской мифологии, мифологии? Это, во-первых, первый отец, то есть это тот, кто создал вот эту материальную вселенную. Разумеется, Шивы и Шакти не являются творцами всех вселенных, и потому Брахма является главным богом, так как таких Брахм существует великое бесконечное множество, а Шивы и Шакти они одни, которые, в общем-то, и породили все это великое множество, всю эту бесконечность вселенной. Да, и Брахма является в том числе в индуизме первоотцом создательной вселенной. То есть можно сказать, что это старейшина, но не просто старейшина рода какого-то или семьи, это старейшина всей вселенной. То есть понятное дело, сейчас, конечно, это сложно понять, но в те древние времена старейшина это было, наверное, когда у нас сейчас президент для большинства, скажем так. В хорошем смысле слова. Да, в хорошем смысле слова. То есть как бы если бы мы были каким-нибудь где любят президента, в какой стране, ну, неважно. В общем, смысл в том, что это как наш любимый и обожаемый президент. Без сарказма. И вот представьте, что мало того, что это верховный президент всей вселенной, так он еще первосвященник. Это как если соединить президента и патриарха в одно лицо. То есть это не просто власть, это власть духовная. То есть Брахма является первосвященником, который, в общем-то, ну, в общем-то, это можно сказать, что высший жрец, высший вселенский жрец. И в Хайрава первое, что он сделал, он ему отсек голову. То есть он совершил, ну, образно говоря, конечно же, грех, грех отца убийства и грех брахмана убийства. То есть два страшнейших греха, наверное, которые можно совершить, ну, в крайнем случае, на тот момент в Индии, он совершил первым же делом, когда только появился. То есть уже какими мы можем делить качествами Хайрава, ну, персонажа Хайрава убийца, он совершил убийство. Понятное дело, что четыре головы брахма еще остались живы, но пятая голова была отсечена, и, в общем-то, все вот эти вот жизнедеятельности ее на этом закончились. Далее, по мифу, Хайрава совершал шантаж, вымогательство, разбой. Он, ну, я не знаю, не знаю, как правильно сказать, но он совершал обман, то есть водил людей в неведение, в иллюзию, как трикстер, и насмехался над невежеством, так сказать, так называемых мудрецов, так как они следовали на словах определенным ортодоксальным принципам, при этом Хайрава смог их обмануть и одурманить таким образом, что они сами же отказались собственными руками от этих же принципов. Таким образом, он провернул эдакий трикстерский трюк. Далее, ну, даже этого достаточно, чтобы просто смотреть на образ Хайрава, как если бы речь шла о человеке убийца, шантажист, вымогатель, обманщик, ну, шулер, назовем так, шулер, и хотел бы, скажем так, среднестатистический человек, не обязательно индиец, просто человек, вообще иметь хоть какое-то дело с таким персонажем. Отсюда мы переходим к очень интересному заключению, что, можно догадаться, культ Хайравы в Индии не очень популярен по вышеописанным причинам. В Индии есть храмы Хайравы и священные места, связанные с Хайравой, но большинство ортодоксальных индуистов очень либо боится, либо трепетно относится к богу Хайравы. По каким причинам? Ну, в общем-то, по причинам, которые я озвучил ранее. Есть, пожалуй, наверное, одно исключение, он популярен среди криминального социума Индии. По каким причинам он популярен криминальным социумом Индии? Ну, в общем-то, причина очевидна, потому что сам Хайрава совершал ряд анти, скажем так, конституционных действий по отношению в том числе и другим богам. Поэтому очень многие криминальные, люди, связанные с криминальным делом, бизнесом, очень часто обращаются к Хайраве за помощью в их, в общем-то, не совсем законных делах. Однако, пожалуй, даже больше, чем у криминальных, у людей с криминальными, Хайрава получил популярность у радикальных мистиков и в том числе там. Почему, в общем-то, так произошло? Ну, начнем с того, что есть два основных воззрения на духовность. Это что-то благочестивое и белое, а есть второй вид, когда к этому благочестивому белому добавляется все остальное со всеми вот этими страшными, гневными, злобными, яростными аспектами. То есть, когда уже, в общем-то, происходит полный охват, скажем так, всей Вселенной со всеми ее феноменами. и так как профана все вот это вот может напугать, может внушить ему страх, ужас, потому что Бог — это не только, образно говоря, какая-то благоприятная, какой-то благоприятный феномен, как, например, рождение ребенка, здоровье, благополучие в доме, хорошие, но это и война, это и смерть, это и голод, убийство маньяком Чикатило и так далее и тому подобное. И профана это напугать. А кто из богов может напугать еще больше, чем Хайра? Здесь происходит такое, в общем-то, переплетение, что для многих профанов, да, божественность, она ужасает, она настолько огромна, это как если человек бы попал в океанскую бездну, он бы он бы впал в ужас от того, насколько она необъятна, что его сознание не способно ни в какой мере охватить все это пространство. А божественность это даже больше, чем мировой океан, это больше, чем любые глубины и бездны, которые только можно себе представить. И, разумеется, что профанно, человек, который далек от реального понимания божественности, он, я не знаю, наверное, инфаркт получит сразу же, как только прочувствует это на себе. Поэтому среди радикальных мистиков индуизма и тантризма принято использовать по отношению к божественности, к изначальной божественности, которую нельзя никак охватить и не описать, которая является неописуемым, именно ужасающе использовать то, что вводит в ужас. А само имя Кайрау, в общем-то, оно ужасно переводится. Это вот одно из таких наиболее интересных я тут вспоминаю то, как мы как раз беседовали с Венеславом, ну и в целом как бы это общепринятая вещь, что определение вообще, что такое знаменозное сакральное, это опыт фасцинации и ужаса, то есть изъятие человека из мира обыденности в одновременном слитом и неразделяемом переживании абсолютного ужаса и абсолютного восторга. Соответственно, как бы, ну, про сакральное оно таково. Пугается-то не наше божественное, пугается, просто говоря, наша обезьяна и наше человеческое, что, ну, обезьяна сама собой пугается, потому что она боится смерти, наше животное тело. Это инстинкт, их никак не побороть, ну, только если дурачком стать, наверное, совсем уж, там, инвалидом ума и психики, тогда, наверное, ты не будешь бояться, но это немножко все-таки другое. А человек, наше человеческое, ему, в принципе, наверное, больно и оскорбительно осознать, что есть нечто большее и превосходящее, чем его собственное эго. Однако, нашему божественному началу, что божественность испугается божественности, ну, это же глупость, потому что, если все есть божественность, то ей бояться нечему. Я божественность, ты божественность, почему я должен бояться тебя, если ты такой же божественный, как и я божественный. И даже если, например, ты бы меня убил, то ты бы убил бы это тело и этого зверя, но не убил бы Бога во мне, так чему бояться? И в качестве убийцы-актора тоже выступал бы Бог, так что это как бы вообще его внутреннее дело, и тут... Это, можно сказать, игра. Ну да. Это такая очень извращенная, но игра. Так вот, о чем это я? Да. Касательно связи... Кхайравы и радикального мистицизма и тантризма. Помимо всего прочего, принято считать, что Кхайрава является источником всех тантр, которые существуют. Существуют. Конечно, их, насколько я помню, считают 64 тантры. Существует, если меня не подводит память, хотя я не ручаюсь за эту информацию, могу и ошибаться. Надеюсь, комментаторы не будут за это. Но смысл в том, что их, конечно же, больше, разумеется, больше, чем 64. И считается, что Кхайрава является источником всех этих тантр. Для одного типа людей он передал высшие недвойственные тантры постижения божественности. Для другого типа людей он передал двойственные-недвойственные тантры для тех, кто еще не достиг, образно говоря, уровня героя, но и не находится на уровне павши, то есть скотин. И также Кхайрава является источником двойственных тантр, которые уже, ну, скажем так, для более приземленных людей, для более, ну, для тех, у кого, наверное, высшее освобождение не является первоочередной и главной целью существования этого физического тела, назовем это таким вот образом. Образно именуется высшая недвойственная тантра – это Кхайрава-тантры, двойственные-недвойственные это Рудра-тантры и двойственные – это Шива-тантры. В общем-то, почему, опять-таки, именно Кхайрава-тантры назвали высшие недвойственные, которые ведут к высшему освобождению, которые ведут к состоянию обожествления, причем обожествления, которое можно достичь не просто после смерти, а, скажем, в том числе и при жизни, и достаточно в том числе молодом возрасте, если ты будешь усердно практиковать. Опять-таки, потому что недвойственность, она охватывает и двойственность, и двойственность-недвойственность, и в том числе саму недвойственность. Океан способен уместить в себя стакан воды, но стакан воды никогда не уместит в себя океан. То же самое относится к недвойственным тантру. Они вмещают в себя все вот эти вот инструменты, которые есть, но при этом, например, двойственные тантры не способны уместить в себя недвойственным по вполне логически объяснимым причинам. Слушай, а вот здесь такая ремарка и вопрос на уточнение. Правильно ли можно, или можно ли так говорить, что будучи на уровне недвойственности, реализованный адепт Джован Мукти, он может спускаться на уровне двойственности-недвойственности и оперировать на них, но как бы при этом не вовлекаться, так сказать. Я бы не сказал, что опускаться, потому что... Появляться можно так подобрать. Потому что, как говорит Одинав Джи, чтобы быть Богом, не нужно никуда подниматься, достаточно лишь никуда не спускаться. Джован Мукта это не тот, кто принес своей божественности, свое животное и человеческое начало. Это не тот, кто, скажем так, сказал, я не буду жрать, не буду срать, потому что все это от скотины. И вообще я не буду даже думать, я не знаю, себя стукну молотком, чтобы стать инвалидом у меня, у меня будет в голове просто пустое пространство вечно, и тогда я достигну божественности. Нет, это все, ну это чепуха, не может быть овощ, скажем так, проявлением божественности. Тогда бы камни были бы самыми божественными созданиями на планете. За ними уже шли блохи, потом там кошки, потом только люди, и уже в самую последнюю очередь боги, чье сознание, разумеется, превосходит сознание всех живых существ. Однако мы можем наблюдать все-таки обратную картину, что самым могущим сознанием обладают боги, потом человек, потом звери, потом вирусы, бактерии, и только уже на самом последнем уровне находятся камни, которые по природе своей божественны, божественны, но они не в состоянии по физиологическим причинам осознавать свою божественность, как, в общем-то, и дятел. Почему дятел не может осознать божественность? Потому что дятел осознает в себе только дятел. Так вот, Джованукта это не тот, кто принес в жертву свое человеческое, свое животное, тот, кто синтезировал свое божественное к человеческому животному. То есть это можно сказать как конструктор, наверное, или как модернизация, наверное, в том числе, когда ты не отсекаешь от себя все тварное, что, в общем-то, было в тебе ранее. Ну, то есть подтварное, разумеется, не имеется в виду, в негативном плане имеется в виду такое животное. Человеческое. Ты осознаешь себя Богом, который играет в этого самого человека, который имеет это самое тело. То есть, образно говоря, я осознаю себя Богом, который прикол ради выгуливает вот эту вот зверушку по имени Триамбук Калагния и, в общем-то, от этого получает какой-то определенный кайф, от, в общем-то, вот этого вот акта самого процесса игры. И тут, кстати, очень интересно, но я думаю, мы потом к этой теме перейдем, то, что некоторые, кстати, тантры, традиции тантрические, они как раз-таки рассматривают состояние живан-могти, состояние, ну, образно говоря, овоща, когда твоя голова, она полностью пуста, когда в ней нет никаких мыслей, форм, узора, идеи, мысли, когда ты, в общем-то, ну, как вот в психбольнице лежат люди, которые просто смотрят в одну точку и даже не моргают. Вот, в общем-то, с точки зрения некоторых тантрических традиций, в большинстве своем праворучных, для них это вот, в общем-то, состояние является живан-могти, потому что в их понимании любые мысли и мысли-образы, они, в общем-то, являются сенсорическими по природе своей, в то время как у леворучных традиций у них иное мнение, то есть, ну, к этому вопросу мы еще вернемся, я думаю, позже. Сейчас, глокочек. Так вот, о чем-то, да, ты спросил, я бы не сказал, что он, грубо говоря, опускается, он является целым в создании и животное, и человеческое, и божественное на одном, при одном, ну, сейчас, секунду, в одном месте при одних обстоятельствах и в одном времени он проявляется как человек, в другом месте при других обстоятельствах он проявляется как животное, в третьем как бог, то есть, это вот такая, получается, игра ролей, когда ты в определенном месте времени обстоятельствах проявляешь себя по-разному, но тут нужно учитывать один момент, что независимо от того проявляюсь я как скотина или как человек, я всегда остаюсь божественным, иду ли я пописать и остаюсь божественным, или иду ли я рисовать картину или сочинять великую поэзию посвящая ее божественному, я все равно остаюсь божественным, так как божественность это, в общем-то, естественная моя природа. и тут вот как раз таки, ну, это бы, я хотел бы тем, конечно, похожее оставить, но похожее, потому что оно очень интересно, но вот, в общем-то, в этом очень большое различие между праворучными традициями или леворучными, потому что для леворучных андриков сансара, то есть осознавание себя как небожественное, это фикция ума, а для праворучных это, ну, образно говоря, реальное, грубо говоря, загрязнение, как вот, ну, буквально грязь, от которой надо отмываться определенными ритуальными действиями или практикой, то есть в леворучном понимании сансара это фикция ума, которую нужно побороть определенными, определенные работы со своим сознанием, то есть нужно именно себя убедить, что сансары нет, это не какое-то место или время или что-либо, еще не какая-то грязь, которая на тебя налит и относит, это именно твоя фикция ума, что ты осознаешь себя не богом. Как только ты перестал осознавать себя не богом, а стал понимать, что ты бог и все вокруг тебя тоже есть бог, ты в какой-то, ну, есть, конечно, разные уровни загрязнения, но ты, в общем-то, избавился от сансары и единственное, что тебе требуется, найти наставляющего леворучного гуру, который снимет с тебя анава-маву и ты достигнешь джиман-мутси. Так, мы говорили про, в общем-то, культ Хайравы. Хайравы, ну, считается, что высшие недвойственные тантры, это тантры, которые идут уже непосредственно от Хайравы. Почему это происходит? Ну, во-первых, как уже было известно, сказано мной, недвойственность, вот эта вот всеобъемлющая, ничем неограниченная, она всегда пугает профанический ум. Для профана это проблема, образно говоря, осознать, что ты и тот человек, и тот маньяк, и та собака имеют божественную природу, как и ты сам. Для профана это большая преграда. и неподготовленный ум, он может прийти в состояние ужаса от, в общем-то, такого осознавания. И в том числе поэтому считается, что недвойственные тантры, они созданы и переданы Хайравой для героев, для тех, кто в природе своей имеет героический схват характера, героический, способен не побояться идти на чудище, монстра страшного, разумеется, все эти чудища и монстры, они только в твоей голове, и не побоиться постигать и штурмовать небеса божественности, не побоиться спускаться в адские миры, чтобы уничтожить демонов, которые раньше терзали себя, не побоиться использовать определенные методы, которые осуждаемы нашим современному обществу, чтобы достигать божественности, не побоиться, работать с некр соревнованием, взаимодействовать с костями различных существ живых в прошлом, это все для героев, для действительно людей героического склада, которые готовы ставить своей первоочередной целью достижения божественности и идти на штурм, на пролом, лишь бы ее только достичь. Поэтому, в общем-то, это хайрау тантры, вводящие профана в ужас, но герой увидит в этом чистую божественную энергию, чистый божественный свет, который, в общем-то, освободит его от всех препятствий оков, которые сдерживают в этом, образно говоря, сансарическом мире. Но тут, опять-таки, важно подчеркнуть, что в сансаре не понимается определенное место или время, это именно, что понимается фикция ума. И, что касается нашей тантрической традиции, она основывается на недвойственных тантрах, которые уже могут включать в себя и практики двойственные, двойственные, недвойственные и в том числе недвойственные. То есть вот этот вот полный охват всех всевозможных элементов, которые ты можешь использовать во благо всего духовного пути. То есть это тотальность, тотальность использования всего, что ты можешь добыть, чтобы это шло во благо твоего духовного пути. Если ты боишься смерти, Используй череп двуногого оленя, чтобы постигать смерть и избавляться от страха перед ней. Если ты боишься каких-то определенных фиксов своего ума, то уприми определенный опьяняющий напиток, чтобы войти в это состояние одержимости этим напитком и побороть тех демонов, которые отравляют твой ум. Я, честно говоря, немножко сбился с мысли. Ты уже говорил, то есть уже прозвучало, и я как раз хотел уточнить следующим вопросом, что тантризм, Шири и Кульбхарао в частности, это учения, которые маркированы как вам очара, то есть путь левой руки конкретно, то есть они от нас локализованы по левую сторону. Я вспомнил, что я хотел, кстати, сказать, но эта мысль, да, от меня уже. И тут важно понимать, что ортодоксальное индуистское общество и тантризм, и радикальный мистицизм индийский, это не две линии, которые идут параллельно друг к другу. Это две линии, которые друг друга вот так вот пересекают, потому что если индуистское ортодоксальное общество в большей своей степени основывается на авторитете вед, то очень многие тантрические традиции школы, они отрицают авторитет вед. Они считают, что в какой-то определенный промежуток человеческого бытия веды действительно вели к обожествению, у нас стал железный век, век Кали-Юге, и веды уже не могут привести к духовному освобождению. Поэтому бог Хайрава или бог Шива настолько благосклонен к человечеству, что он явил новые методы духовного освобождения, которые названы недвойственными тантрами. Двойственно-недвойственные и двойственные. Для каждого типа людей свой вид тантр, чтобы эти люди смогли достигать божественности. Но именно что веды, в том числе ведические мантры, в век Кали-Юге признаются бесподвыми. А вот именно что большинство индуистского общества, автодоксально по сей день, так или иначе основывается на авторитете вед. Что касается нашей тантрической традиции, да, мы сейчас перейдем. Она основывается на принципах левой руки, в Амачаре, и основывается на недвойственности. Поэтому главным богом нашей тантрической манды является Махакала Кайрава, нашей главной богини Махакали или Махаджая Кали. Ну, в общем-то, наверное, я... Ну, конечно, разумеется, можно подробнее этот вопрос разобрать. Я не знаю, насколько это необходимо, но общий вот этот вот корень индуистский и как оно идет к нашей тантрической ветви, я думаю, я обрисовал для понимания большинства людей. Разумеется, этот вопрос можно разобрать подробнее, просто здесь уже подключаются семейные традиции. То есть, например, да, мы практикуем традицию Хайрава и Кали, которая практиковалась в Касте Мухья. Это определенный клан, который жил, если мне не подводит память, на побережье реки Сарасвати. Впоследствии эта река пересохла, и этот клан уже, так сказать, расширил свое влияние по Индии. Возможно, я какие-то более точные фрагменты упускаю, но, в общем, я это веду к тому, что мы практикуем измененную, не спорю, потому что то, что практикует в Индии, большая часть, она не нужна нам здесь, в Европе. Потому что вот эта вот каста Мухьял, это в большинстве своем воины. Но так как мы, ну, то есть они из варных шатриев, но так как большинство учеников, в том числе сам Адинат, не являются профессиональными, военными, то нам не нужен такой вот прям мощный упор на военизированную жизнь. То есть мы же не ходим, образно говоря, каждый день в военную часть, строевую подготовку, там, то есть у нас, можно сказать, фольготный образ жизни. Поэтому такие вот элементы сильнейшего военизирования нам не нужны, они опущены в другой какой-то семейной традиции. Это может быть по-другому упор происходить. Там, например, если речь идет, образно говоря, о каких-нибудь торговцах, например, понятное дело, что торговцы вряд ли бы почитали Хайраву и Кали, ну, образно говоря, там, наверное, его упор шел на какие-то другие элементы их духовного проявления по отношению к адепам. Для третьих еще какие-то. У нас вот именно, что есть свои определенные нюансы, как происходит наша духовная практика, и тот факт, что мы практикуем путь в Хайраву и Кали вот так вот, еще не значит, что, например, какая-то другая семья будет практиковать его точно так же. Возможно, там будет совершенно все по-другому. Об этом, в общем-то, я вначале говорил, что сколько существует антрических гуру, столько, наверное, существует там, ну, антрических традиций. И тут все, наверное, зависит от конкретной семьи. Есть тантры авторитетные, есть писания, есть авторитетные учителя. Но при этом нельзя сказать, что все, в общем-то, происходит идентично. То есть, грубо говоря, как, например, в том же христианстве, что если в одной церкви происходит так, то и в другой церкви более-менее все так же. И в третьей церкви все более-менее так же. То есть, есть определенный канон, как все происходит. И из этого канона все происходит. В танке нет такого прям строгого канона. И все действительно зависит от конкретной семейной традиции. Есть стержень определенный, вот эти вот наши, то есть, недвойственные танки, главный стержень, на который строится наша тантрическая традиция. Но при этом какие-то детали, нюансы, практики, они могут различаться. То есть, образно говоря, это можно сказать, что это как отдельное дерево на растущем дереве. Понятно. А тогда, ну, я тебя хочу попросить дать такое, может, ну, параллельное сравнение. Вот вам Ачара и так называемая Дакшина Ачара. То есть, в чем, ну, по пунктам, чтобы было прям контрастно, сравнение различия. То есть, почему вот ваша традиция, соответственно, она именно Квамачаре, какой аспект, какие вот аспекты ее отличают кардинально? Я, к сожалению или к счастью, не все смогу элементы прямо в таком свободном доступе говорить. Некоторые моменты я скажу лишь в общем или вообще какие-то умолчу. Но есть, в общем-то, три основные элемента. Точнее, я сначала вот с чего начну. Если в Европе, в большинстве, понятное дело, что, наверное, не у всех мистических школ, но в большинстве под праворучным мистическим путем понимается что-то благочестивое, благостное, светволикое, доброе, чаще всего в кавычках, конечно. Ну, в общем, что-то такое вот светло-белое, белоснежное и прекрасное. В то время как леворучное – это уже что-то такое более темное, ужасающее, ввергающее в страх, работающее с какими-то темными энергиями. Ну, в общем, что-то такое вот, знаете, как, наверное, христианцы сказали бы сатанизм, точно сатанизм, да, все это дело. В таком случае, наверное, если исходить из вот этой вот градации, весь тамтризм в целом это уже что-то леворучное. То есть, с этой точки зрения, с европейской, тамтризма праворучного не бывает в принципе. Однако, все-таки, в самом тамтризме есть вот это вот различие, левой руки ламы чары и правой руки дакшина чара. Главное отличие, три главных отличия заключаются в том, что, во-первых, у леворучного тамтризма есть гуру, но не просто гуру, не просто уважаемый мужчина, а бог, который явил себя в живой плоти в определенном месте и времени, чтобы передать тебе духовные практики и, в общем-то, снять с тебя определенные мао, то есть загрязнения, в том числе анава. Мао самое главное и сильное загрязнение, которое удерживает человека в мире май. Второй пункт – это практики шахта-пая, о них я уже касался, это работа с мыслеобразами, с мыслями. И третье – это, в общем-то, код матрики, который леворучные тантрики активно используют, но праворучные чаще всего не используют. Я думаю, с этого мы и начнем. Причем, опять-таки, я подчеркну, праворучный тантризм – это отнюдь не путь благости и добра, и света, и радуги. Я думаю, для многих людей, которые более-менее понимают, но не углубленно, для них это станет открытием, но праворучные тантрики приносят кровавых жертвоприношений в разы больше, чем леворучные. И на то есть, кстати, очень хорошее объяснение, я его позже скажу. Во-вторых, у праворучных тантриков есть героические практики, есть практики работы с, в том числе, с остатками мертвых, с преодолением каких-то своих страхов, беспокойств, погружения в адские миры для борьбы с демонами, которые тебя душат и не дают гармонично существовать. Есть героические практики. Чего у праворучных тантриков в большинстве своем нет, это сексуальные практики. То есть, ну, скажем так, они, если есть, то чаще всего это какие-то визуализации, то есть работы с сознанием. Но именно что в большинстве своем праворучные тантрики, они аскет в этом плане. То есть они, ну, ведут безбрачный образ жизни. Что касается практик левой руки, во-первых, код матрики. Вот, например, есть в тантре, очень большой в тантре, где делается упор на мантры и види, то есть определенные звуковые фонемы, определенные слова, которые чаще всего зашифрованы через определенный код из этой вот матрики. Например, то есть это чисто код. Здесь нет ни одного слова, которое можно перевести с санскрита. Это именно, что каждая буква, которую я произносил, она имеет определенное смысловое значение, которое можно растрактовать только через код матрики. Есть еще код Малине, но это уже, если честно, совсем, если код матрики – это Эверест, то код Малине для европейца – это как покорить космоса без космического корабля. Я, наверное, это так сравнил. То есть, когда мы, например, начитываем главную визию нашей духовной традиции, которая передается от гуру, мы же не просто, грубо говоря, произносим какие-то звуки бессмысла и надеемся на их целебную, очистительную духовную силу. Мы работаем в этот момент с сознанием, мы, когда читаем, начитываем эту мантру, мы ее расшифровываем, эту информацию. Это как винрак, только духовный. Мы расшифровываем эту мантру, и вот эта вот вся ее сила, вся ее энергия, вся ее информация в этот момент трансформирует наше сознание. Так или иначе, к сожалению, многие тантрические традиции, в особенности праворучные, потеряли знание этого кода матрики. Мало кто его знает. То есть, если речь идет о традиции правой руки и какой-то там, например, даже высокореализованный мастер начитывает мантру, как, например, я ранее озвучил, если спросить, что она значит, он не сможет ее расшифровать. Он просто скажет, что это особые звуки, особые сакральные звуки, которые ведут тебя к божествению или дают какие-то определенные... То есть, сказать, например, почему хрень, а не кринь, а не срим, или какой-нибудь еще другой звук, то есть, почему именно какая-то конкретная буква, что она значит, он, скорее всего, не сможет. А если нет возможности расшифровать какую-то, ну, собственно, мантру, видью, то эффективность практики этой мантры и види, она становится гораздо меньше. То есть, в чем разница, например, и там звука хрень в таком случае? То есть, потому что хрень звучит как-то более солидно. Чем тебе не сакральный звук? Почему ты, например, его не произносишь? Если ты все равно не можешь ни звук, точнее, ни биджу хрень расстрактовать, ни вот это вот самое. То есть, в чем разница в таком случае? Только потому, что хрень звучит более солидно? Ну, это как бы... Это все детский сад, если не сказать, что ясно. То есть, солидный все-таки тантрик, он должен хотя бы быть знаком с кодом Матрики, хотя бы знать о его существовании. Начнем с этого. И, ну, хотя бы иметь доступ к какой-то литературе, чтобы по возможности, по необходимости суметь какой-то звук, в общем-то, расшифровать. Потому что, ну, получается, в таком случае просто как пугай повторяешь одно и то же, но и надеешься на какую-то целебную силу. Многие так делают. Я сам так делал. Чего уж греха таить. В своем, в общем-то, в начале, когда я входил в тантрический мистицизм. И, в общем-то, сейчас, когда я этот код достаточно неплохо знаю, не буду говорить, что хорошо знаю, просто неплохо знаю, конечно, эффективность моей мантры йоги, она стала гораздо лучше. И поэтому для меня сейчас очевидным фактором является то, что этот код надо знать, если ты практикуешь мантру йоги, иначе ты, ну, как попугай, получается. Второй главный момент, что отличает путь левой руки в тантре и путь правой руки, это практика шахтапая. То есть, как я уже сказал ранее, праворучные тантрики, они считают, что сансара это как эдакая грязь, которую они своими ритуальными действиями пытаются всячески себя смыть. Мозрительно, я и выражаюсь, конечно, но можно сказать, что смыть. И поэтому у праворучных тантриков у них очень много различных ритуальных действий, ритуальных инструментов, очень много. Чуть ли, ну, образно говоря, наверное, это чуть ли не какая-то высшая церемониальная магия, где там надо чихнуть в определенное время, в точности до секунды посмотреть, например, на юго-восток 371 градус или что-нибудь такое, то есть, где уже что-то вот просто на грани какого-то механизирования, что ли, все доводится. То есть, у праворучных тантриков очень много ритуальных действий, в то время как у леворучных у них, наоборот, очень мало ритуальных действий. То есть, очень часто можно наблюдать, что леворучный тантрик, он может вообще, например, за время какой-то пуджи сделать пару телодвижений, в то время как основная работа происходит у него в сознании, происходит у него в голове. И в этом заключается очень большая разница в том, что праворучные тантрики, они считают, что вот эти вот все мысли, которые посещают нашу голову, дурные и умные, какие-либо то не было, это все мысли сенсорические. То есть, что он истинный, обожествившийся, его ум настолько прояснен, что даже когда он хочет в туалет, он не думает о туалете, а сразу делает это в штаны. Я по-другому не могу это описать. То есть, по факту, они описывают действительно состояние ступора, состояние, я не знаю, паралича, состояние комы, когда сознание, оно буквально пусто, в нем нет мыслей и они не могут возникнуть. Ну, или другое сравнение состояние камней. Поэтому, так как они считают праворученные тантрики, что, в общем-то, любые мысли образы, мысли формы, которые происходят в голове, они сенсорические, у них очень большой упор идет на ритуальные действия. Я так предполагаю, чтобы, грубо говоря, из сознания все вот эти мысли выгнать и сконцентрироваться на каких-то внешних действиях. То есть, грубо говоря, когда ты там что-то активно делаешь, то уже как бы и вроде бы места и времени для чего-то другого в голове не остается. У леворучных тантриков наоборот вся основная работа происходит в голове. Например, мы визуализируем на божеств. Это же тоже работа головы, это работа мысли, когда мы представляем божество там в 16 руках со всеми атрибутами прекрасно. Или когда мы медитируем на гуру в сердце или над нашей головой, это же тоже определенные работы мысли. Когда мы логически, философски, как сейчас рассуждаем над природой божественной, это же тоже мысли и мысли-формы, определенные логические связи, они все появляются в голове, тем не менее все это так или иначе ведет к духовному развитию, ведет к обожествлению, ведет к саморазвитию. И поэтому здесь очень смещается акцент. Причем, что самое интересное, у леворочных тантриков нет такого разделения, например, что глупые, например, мысли, они сенсорические, а умные мысли там или какие-то философские, они божественные. Но это уже получается логическая ошибка, ведь если все божественно, то как нечто одно может, грубо говоря, быть сенсорическим, а нечто другое божественное, значит, ты неправильно понял недовольственный тантризм, если для тебя есть одно и другое. Если ты понял, что все есть Бог, то ты понял бы, что и дурачись, я не знаю, шутя про фекалии, или смотря какие-то мультики глупые, или делая что угодно, ты так или иначе делаешь это в Боге, во время Бога, и сам являешься Богом, который делает то, что шутит, например, про фекалии, что Бог не может, грубо говоря, ушутить про фекалии, Бог может все, но про фекалии ушутить, например, не может, но это как бы логическая уже ошибка возникает, и что самое интересное, вот, например, в нашей тантрической мандале есть такие божества, как божество Дхармы, и есть божество Адхармы, Дхарма это когда ты следуешь своей природе, когда ты естественен, и Адхарма это когда ты не следуешь своей природе, когда ты делаешь какое-то извращение, когда ты отступаешь от своей природе, есть божество Джняны, то есть мудрости, есть божество Аджняны, то есть тупости, скотства, есть божество анашвария, то есть величия. И есть божество, наоборот, раболепия, то есть когда ты проявляешься не как благородный господин, а как плебей. То есть даже в этом смысле мы почитаем не только какие-то возвышенные, добродетельные божественные феномены, но в том числе мы почитаем, когда мы проявляемся не как великий мистик и философ, размышляющий высокопад, но и когда мы, например, выпьем и пошутим на какие-то глупые шутки, обсудим какие-то вообще ненужные, странные вещи, которые абсолютно далеки от мистицизма. Тем не менее, это же не значит, что вот, например, когда мы говорили о Боге, мы были божественны, начали говорить о каких-то глупых вещах, мы перестали божествовать. Мы все это время были божественны. Просто если в какой-то момент Бог нас хотел говорить о Боге, а потом в другой момент он просто захотел говорить о каких-то глупых вещах, это абсолютно нормально. То есть, как я уже говорил, мы не приносим в жертву Богу свое человеческое и тварное. Мы это синтезируем. Просто главное, чтобы этот синтез был гармоничен, чтобы, грубо говоря, наша скотина не пыталась сдушить нашего Бога. Или наоборот. Смотри, говорим о таком радикальном пути, о радикальных богах. И недавно ты с Велеславом как раз обсуждал тематику радикальных практик. То есть, часть раскрыл там. И здесь я бы хотел как пробросить такой мост от той беседы к нашей. Я не договорил только про Гуру, там я говорил три основных различия. Мы потом еще вернемся к этому моменту, потому что я бы хотел и там немножко пояснить. Но вопрос я твой хочу все-таки дослушать. Извини, что перейдем. Тогда, пардон, что такая интернет-совставка будет про перевести, как бы дополнить к ритуальным артефактам и предметам, которые связаны с ситуальной практикой. То, с чего ты начал, то, что ты периодически показываешь прекрасные емкости для прекрасной жидкости. То есть, то, чтобы человек вот эту высокую метафизику и философию, чтобы он мог ее посмотреть и понять на конкретных предметах. Я пью из профанного граненого стакана. Я бы, может быть, тоже пил из граненого стакана, но просто у нас тут, так сказать, очень важная культурно-социологическая программа, и надо людей просветить. Но сначала я понял вопрос, но сначала я все-таки вернусь к прошлой теме. И, как бы, пожалуй, самое главное отличие леворучного праворучного тандаризма заключается в том, что в правой руке ты можешь воспринимать гуру как прекрасного святого человека, как мудрого мужика, как вообще прекрасного лучшего человека на планете, как самого крутого инструктора по йоге. Вообще просто муа! Но не как бога. То есть, скажем так, у праворучного тандаризма нет такой доктрины, что твой гуру – это бог, который снизошел до тебя, насколько у тебя должна быть благая карма, чтобы до тебя снизошел аж бог в определенном теле, да и особенно хорошо, если это тело еще говорит на твоем, блин, родном языке, а этих языков существует великое множество, и насколько ты должен иметь благую карму, чтобы он говорил на твоем родном языке, чтобы передать тебе сакральные методы обожествления, чтобы передать тебе главную мантру традиции, которую ты будешь насчитывать на своих четках и, в общем-то, трансформировать свое сознание в божество, и чтобы он снял с тебя анавамау, которая, в общем-то, ну, это можно сравнить с определенной, не знаю, даже веревкой или цепью, которая удерживает тебя в этом мире май. То есть это то ограничение, которое накладывает на себя Шива, чтобы проявиться как нечто частное. То есть не как великий океан всего великого множества, а как, например, определенный стакан воды. И, в общем-то, в леворучной доктрине мало того, что гуру передает все вот эти вот сакральные знания и техники, как тебе достичь, он еще снимает с тебя это ограничение, чтобы ты, ну, если будешь очень хорошо практиковать, то достиг обышествования при жизни. Если не очень, то хотя бы после смерти. Вот. У праворучных тантриков такого, насколько мне все-таки известно, нет. То есть нет такой доктрины. И, в общем-то, ну, умозрительно, конечно, но можно сказать, что праворучные тантрики, они выполняют свою духовную практику в надежде, что просто когда-то Бог обратит на них внимание, возможно, обратит. И с них это ограничение. Или дал им возможность переродиться в теле адепта леворучного тантризма. То есть, ну, как бы у них это больше идет упор на то, что, ну, когда-то высший брахман свой безразличный взор обратит на их, в общем-то, тело, тельца. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что это, ну, какие-то глупости или что-то в этом роде. Ни в коем случае я не вправе рассуждать о том, какая доктрина мудрее, какая не мудрее. Просто, ну, как бы одно дело надеяться, а другое дело, в общем-то, получать уже непосредственно. То есть, иметь уже непосредственно гуру, который является Богом, который явился тебе, чтобы тебе, твою голову вправить, прояснить и направить на путь истинный. Ну, я считаю, что все-таки разница достаточно большая и, наверное, в моем случае принципиальная. Вот. Что касается твоего вопроса по ритуальной атрибуты, ну, я, наверное, не буду какие-то новые вещи рассказывать, пройдусь по старой классике. Это один из главнейших атрибутов в принципе любого тантрика, в том числе и праворучного, или леворучного, это капала. И как говорит гуру Джиадинадх, я просто очень люблю эту фразу, я ее всегда оставляю при возможности, тантрик без каплы, как хулиган без спичек и хрен без яичек. То есть, это один из самых важнейших атрибутов, потому что с помощью этого атрибута делается одна из самых важнейших практик, в принципе, тантризма. капала-садана, это когда ты... Ну, тут есть несколько уровней практики, я пройдусь поверхностно по основным. Во-первых, с чего берет начало капала, в чем ее символизм, тут есть несколько вариантов. Самое главное, опять-таки, возвращаясь к мифу о Хайраве, когда он отрезал голову брахма. Это голова брахма. Это голова брахма. Почему голова брахма? Потому что, ну, это неправильно, так, наверное, говорить, это звучит слишком грубо, но, в общем, для большинства людей алкоголь – это субстанция, так сказать, которая побуждает в них скотское поведение, мысли, помыслы. То есть, человек себя ведет дурно, как дурак. Тантрик же с помощью определенной практики избавляется от негативного влияния алкоголя, превращая его в эдакую ложественную амриту. Своего рода выпивая алкоголь, тантрик опьяняется, и в нем побуждается, как у Амара Хаяма, желание писать стихи, размышлять над философией мир. То есть, это такое божественное опьянение экстазом, когда хочется не свою скотскую какую-то натуру проявлять, а свои вот эти вот высшие измерения, когда хочется явить миру свою вот эту божественную любовь, или излить, например, божественную поэзию, божественное искусство, божественную философию. То есть, тантрик трансформирует этот вот яд алкоголя в амриту. Как это происходит? Как я уже сказал, капала символизирует голову брахну. Алкоголь, это будет звучать грубо, как я уже сказал, символизирует дурные мозги брахну. Ведь брахма когда-то не знал, что Шива и Шакти являются верховными божествами. Он думал, что он верховный бог. То есть, у него было в голове заблуждение и помрачение, от которого, в общем-то, Хайрава его избавил. То есть, дал эдакий божественный шактипат прояснения через отсечение эго ложное. Вот. Капала символизирует голову брахмы. Алкоголь символизирует, в общем-то, вот эти вот дурные мозги, дурные помосы, дурные побуждения. А мы же медитируем на себя, как на Рудру, как на Хайраву, как на Шиву, который трансформирует весь этот яд в божественный нектар. Ведь если ты божественен, то ты не можешь быть загрязнен, как Бог может себя загрязнить. Бог, наоборот, может, наверное, разве что грязь трансформировать в нечто святое и чистое. Это такой, ну, самый поверхностный вариант трактовки. Второй вариант. Капала символизирует собой мир Майи. Мир Майи и пять кончуг, которые, в общем-то, с помощью которых существует мир материи. Ну, то есть, время, пространство и так далее, и тому подобное. Если это Майя и пять кончуг, то то, что находится внутри, это остальные таттвы всего мироздания, начиная от Пуруши и закачивая Притхи. То есть, грубо говоря, а также делается еще специальное мудро, где два пальца символизируют Шиву и Шахти. Это Ичха, Чняна, Крия, то есть пять, точнее, три чистых божественные силы. На них ставится Капала, и таким образом мы можем наблюдать, грубо говоря, все мироздание. То есть, в Капале находится, начиная от грубой материи и заканчивая Пурушей, то есть индивидуальным сознанием, сама Капала – это материальный мир, который стоит на пяти чистых божественных измерениях. В то время как мы являемся богом-рудрой, который, в общем-то, все вот это вот поддерживает. И делая определенную практику с Капалой, мы выпиваем в себя вот это вот все мироздание, и тем самым мы медитируем, мы визуализируем, как вся вселенная материальная находится внутри нас. То есть, что это мы, в общем-то, являемся всей вселенной, а Капу – это просто безделушка, для домашнего хозяйства приятная вещь. Вот, пить из нее пиво удобно. Это я уже, получается, две основные, два основных способа как трактовать данную практику он рассказал. Есть еще, в общем-то, третий, он самый очевидный, это трансгрессивный уровень, когда мы, ну, понятное дело, что для практиков вера пути – это, ну, скажем так, игрушка уже, это уже безделушка, которая, ну, не может внушить какой-то ужас и трепет. Однако, для большинства людей, тем более, которые только встали на этот путь, соприкоснуться с какими-либо остатками покойных, это все-таки нечто пугающее. Но здесь еще важно сделать акцент на то, что в Индии является страшным, страшным, ну, не могу сказать грехом, потому что все-таки понятия греха как такового нет в эдуизме, насколько мне известно. это, наверное, можно назвать как осквернение, то есть потрогать останки твоего родственника, это значит очень сильно себя осквернить для ортодоксального индуиста. Примерно то же самое относится к алкоголю. То есть, я не могу сказать, что все индусы не пьют, тем более в наше время, в время модерна все эти запреты сходят так или иначе на нет, но очень много и долгое время на территории Индии существовал вот этот вот не запрет, а вот этот вот предрассудок, что алкоголь тебя осквернит, что он сделает из тебя дурака и скотину, и ты себя поведешь, ну, в общем-то, не как благородный человек, а как полная, в общем-то, паша, полная скотина. И, в общем-то, что мы можем наблюдать, что тантрик берет костяную чашу, которая должна осквернить тебя, твою духовность, наливает в нее, ну, например, вино, которое тебя тоже должно осквернить, и с помощью определенной практики это вино уже не побуждает тебя погрузиться в скотские миры, в какие-то адские или еще куда-либо, а наоборот, ведет тебя верхние божественные миры, где ты, в общем-то, уже проявляешься как мистический поэт, философ, художник. И, в общем-то, это имело очень мощный эффект для того времени на индейцев, потому что все-таки будем честны в нашей местности. Ну, может быть, конечно, кость может и напугать, и насторожить, но у алкоголя все-таки достаточно спокойное отношение, даже, наверное, больше такое позитивное, назовем это так, то есть в нашей стране все-таки многие люди выпивают, позволяют себе выпить, и не видят в этом ничего плохого. Не будем разводить полемику «хорошо это или плохо», это просто данность, с ней надо смириться. Поэтому, наверное, это не такой имеет мощный эффект, как на индуиста лет 200-300 назад, который воспринимал все это как просто, как, наверное, прямой билет в ад, который он получит, если это сделает. И вот этот трансгрессивный ад, когда ты выполняешь эту практику, но вместо адских миров ты оказываешься в мирах божественных, в мирах чистых, в мирах, где тебе не хочется вести, как мразота, где тебе хочется действительно каким-либо образом, которым ты способен это сделать, являть божественности свою любовь, свою нежность, свою гармонию. и вот этот вот элемент слома всех догм, стереотипов, очищения, грубо говоря, твоего сознания от того дерьма, которое в тебе влило ортодоксальное общество, вот это вот имел очень мощный в общем-то эффект на тантриков того времени. Да, опять-таки сейчас, может быть, для европейцев, подчеркну, потому что в Индии еще достаточно мощные ортодоксальные вот эти вот корни имеются, но для европейцев, то есть выпить вина, ну это, наверное, не такая большая проблема. К костям отношения, ну тут уже, наверное, зависит от конкретно взятого индивии. Но сам вот этот вот смысл практики, вот этот вот ее метафизический акцент, он все равно никуда не девается. Да, может быть, это не такой мощно-трансгрессивный акт, но тем не менее медитировать и созерцать себя богом Рудрой или Хайравой, который держит все мироздание и трансформирует яд в божественную Амриту, этот метафизический смысл, он все равно, в общем-то, остается и имеет очень мощный эффект на сознание адепта, который, в общем-то, осознает себя богом, осознает себя божественностью. Примерно то же самое относится к ганлингу, канлингу, просто по-разному имеются варианты названия этого инструмента. В ортодоксальном индуистском обществе среди барахманов используется в общем-то, как правильно назвать, дудка из морской раковины. То есть у них есть такие большие морские раковины, в которые они, в общем-то, туют и исходящий звук оповещает всех людей вокруг о том, что самое время собраться на какую-то духовную мистерию, духовную практику, литургию. То есть это звук, который созывает людей приобщиться к Богу, назовем так. Так как тантрики, они идут не параллельно ортодоксальному индуистическому обществу, а его пересекают, причем на корню, то тантрики тоже созывают своих адептов к духовной литургии, к духовной практике, но не через морскую рахмину, а через бедренную кость двуногого оленя, так я назвал. Во-первых, здесь имеется мощно-трансгрессивный акт, в первую очередь, потому что здесь идет касание костей губами. То есть это не просто, грубо говоря, в руке подержать, это еще надо в рот сосунуть в себе, чтобы, в общем-то, для многих людей это, конечно же, серьезная, наверное, эмоциональная и психологическая преграда, тем не менее, вот интересный этот момент трансформации, когда даже вот эта нечистая, грязная, ужасная кость, которая должна меня заляпать скверной с ног до головы за то, что я к ней еще губами к тому же докасаюсь, все это ведет в духовном саморазвитии, все это, это, это же насколько интересный вот этот вот финт, то, что тантрическое учение, оно как бы, если сансара это главный шулер, то тантрическое учение это то, как обмануть шулера, то есть это то, как даже самое чистое и грязное трансформировать в инструмент, который ведет к тебе Бог, который тебя одухотворяет и обожествляет, и, в общем-то, это вот один из таких инструментов, когда мы делаем, например, тантрическую куджу или какую-то либо другую практику, мы таким вот образом созываем живых и неживых существ вокруг нас приступить к духовной медитации, чтобы обожествиться, прийти к Богу, даже вот через такой вот страшный инструмент. Насколько я помню, в Индии для вот этой флейты, для этой дудки предпочтительно использовать было кость девственной дочери Брахмана, но в наших реалиях у нас, что под ногой валялось, то используется. У нас такой как бы, ну, не сколько спор, сколько такой сверка часов с разными знающими людьми, что если флейта дочери Брахмана призывает самых злых, нечистых духов наподобие как в ритуале Чот на пир, то флейта сделана из максимально неблагоприятного материала, даже не из брахманического, то есть вообще даже неизвестное его происхождение на самом деле, то как бы она призывает существ и духов еще более там низких и в абсолютно как бы неблагоприятных тесно. Это же наоборот хорошо по идее. Опять же, вот в это шули на самом деле как бы ты призываешь как бы призываешь духов, которые еще более злые и они, ну, поскольку они призваны недостойным материалом даже по их меркам, ну, то есть ты как бы кликаешь себе отличную компанию на вечер и тем самым как бы вообще максимально трансгрессируешь очень быстро. Трансгрессируешь прямо в землю. Ну, опять-таки, смотри, здесь мы возвращаемся к различию праворучной традиции или воручной. Больше у праворучных идет акцент на происхождении инструмента, на то, какая это кость, кем она там добыта, из чего, кто ее там, я не знаю, на нее смотрел, кто на нее дышал, а в то время как когда мы используем практики леворучного там тризма, какой-либо инструмент, мы в первую очередь в этот момент работаем с сознанием. То есть для нас не столько, например, конкретно в нашей традиции важно чья это кость, хотя, наверное, здесь я панику, помарочку ставлю, все-таки в нашей традиции больше уместно использовать кости мужского пола, я не знаю, у кости есть пол, в общем, кости человека, который раньше был мужчиной, так как женщина у нас достаточно сакральное отношение, потому что в общем-то женщина является олицетворением великой матери, а во-вторых, потому что в общем-то по мифам чаще всего Хайрава использовала именно что останки мужчин, будь то голова Брахмы или, например, однажды Хайрава зарезал стражника бога Вишну и богини Лакшми и потом его тело пустил на шашлык и создание всяких ритуальных инструментов, то есть так или иначе, если проследить мифы, там чаще всего используются именно мужские кости, и вот в общем-то я перечислил две причины основные причины, а вот именно что там, кто на нее смотрел, кто дышал, кто обрабатывал, кто, я не знаю, сколько часов она в земле лежала и прочее, это, ну как минимум, это уже что-то такое, что-то относящееся к церемониальной, наверное, к магии, к вот упорству на внешние действия, нежели как на работу сознания, потому что если ты работаешь сознанием, но так ли для тебя важно кем был, образно говоря, этот олень, если ты, в общем-то, во-первых, выполняешь акт трансгрессии, прислоняясь губами кости, и во-вторых, ты делаешь трансформацию вот этого вот нечистого в чистое, то есть как-то этому разве поможет, например, тот факт, что это кости, например, не простого рабочего, а брахмана, то я думаю, это особо роли не сыграет, главное то, что у тебя в этот момент происходит в самом сознании, в то время как праворучные тандрики, скорее всего, это оскорбит, и скажут, что нет, блядь, ты как бы, это отступление от догма, это все неправильно, так не должно быть, но, как я уже сказал, тут главное различие, что праворучные, они больше делают упор на внешнее, в то время как леворучное, на внутреннее, на работу с сознанием. А продолжая тему магии и практики, так вот вышло, для зрителей, которые не в курсе, что я имел отношение и причастность к изданию первых трудов по матрике от хичари на русском, с типографскими вопросами, вот, с, там, немного сверсткой, но, в общем, как-то и немного приложил вот руку, чтобы ранние издания появились на свет, по-моему, в 15-16, вот, и у меня такой вопрос, он, как бы, я его поставлю так остро, и сейчас в двух словах просто скажу, почему остро, потому что, вот, в моей парадигме, вот координат, в который я ориентируюсь, то есть, я абсолютно согласен с работой в уме, то, что ты говоришь, и сам этого придерживаюсь, и всем советую, а вот, то, что касается, ну, церемониальной магии, там, и в целом, вот, воздействия на реальность в самых разных аспектах, как бы, ну, для меня это всегда такой, ну, как бы, уровень ниже, то есть, вот, есть аристократический путь, это внутренняя алхимия, есть, есть оперативный путь, это работа вовне, то есть, как бы, можно заниматься и тем, и другим, но, как бы, в моей, в моем, там, личном уравнении, вот этот верхний путь, он, как бы, занимает все пространство. Я не против, добавлю свою ремарку, да, тантризм, в общем-то, имеет в своем инструментарии магию, и тут вот у меня интересное сравнение напрашивается, если в Европе чаще всего под высшей магией понимается нечто самое вычурное, самое филизмическое, самое термониальное, самое сложное, самое невыполнимое, только с истинными единицами самыми крутых магов, это можно выполнить ни кем другим, иначе, в тамтризме, в принципе, тоже есть высшая магия, и называется она обожествление, обожествление, то есть нет магии круче и выше, чем когда ты из обычного маленького создания существа трансформируешься при жизни в божественность, нет магии круче и выше этого, потому что с этим я могу согласиться полностью, как бы много людей может практиковать магию, достичь обожествления, да еще причем при жизни, могут единиц, не это ли высшая магия в таком случае, вот, и есть магия, да, прикладная, есть апхичара, когда мы, но все-таки мы не столько аскеты, мы, конечно, определенные аскетические практики выполняем, тем не менее, нам не чуждо есть, нам не чуждо пить, нам не чуждо жить, там, например, не на улице, на помойке, а все-таки в каком-то комфортабельном доме, то есть мы не отказываемся уж от настолько благ, мы просто от них умеренно воздерживаемся, чтобы уж не, грубо говоря, ну, жиром не запусть, хотя, наверное, по отношению ко мне это звучит смешно. Я просто помню, ну, как бы стараюсь, ну, я и знаю, во-первых, потому что, как бы, собственно, просто потому, что знаком, как бы, знаю, знаю просто потому, что знаком, просто потому, что знаю. Более-менее, как бы, учеников Ади, которые учились у Адинатха и которые, ну, имеют, так сказать, индульгенцию на все эти деяния, но, тем не менее, поскольку книга, она там, книга и колоды карт в широком доступе, я несколько раз натыкался на людей мне незнакомых, то есть, ну, вот, и причем, как бы, без каких-то, ну, таких вот ссылок общих, общих, общих там, вторых, третьих знакомых, то есть, в общем, людей, которых я вообще никак не смог идентифицировать, и у них такой вопрос, то есть, чем, вот, Матрика и Апкичара отличаются от, ну, широко известного эзотерического ширпотреба, который, ну, наводнен в сети, то есть, там, домохозяйки с картами Таро, ну, прости господи, эти лимиты, там, рунические маги, которые, ну, вот, ну, которые работают по принципу, что если я купил рояль, значит, я великий пианист, музыкант, и вот, все в этом духе. Наверное, это огромный вагон, то есть, ну, и не могу, ну, вот, чтобы не быть голословным, показалось мне, раз, что я начал замечать, что вот этот вот, ну, весь эзотерический комплекс, который европейский, вот он начал пополняться, как бы, ну, вот к нему, вот, как к, там, йогам и прочим, начало вот это вот как-то добавляться, не будет ли это, ну, каким-то выхолощиванием, то есть, профанацией. Ну, начнем с того, что европейская, вот это вот, европейский щупальц, скажем так, проникли в индуизм, в том числе, в магию Ахичару, еще лет 100-150 назад, когда, в общем-то, ну, была оккупация британскими силами Индии, и уже тогда происходил некоторый, назовем это так, культурный обмен между европейскими мистиками и восточными. Например, в магии Ахичара, которую я практикую сам, моя жена, и которую практикуют гуруджи, например, в ней присутствуют цветные свечи, цветные бокалы, цветные скатерти. Человек, который более-менее понимает, ну, логически мыслит и исторически, как более-менее всегда, он понимает, что, ну, наверное, у практически Галазадова Акхори не было цветных бокалов и свечей. С этой точки зрения, в таком случае, у нас профанация. Однако, если понять, в общем-то, более-менее разобраться, то цветные свечи, бокалы, различные вот эти вот всякие акценты на цветах присутствуют до сих пор в европейской магии. Наверное, мистики из Британии или Европы, которые приезжали в Индию, так или иначе имели какой-то культурный обмен. Например, город Калькута, который, в общем-то, был на тот момент столицей Британской Индии, оттуда же идет, в общем-то, линия передачи той Абхичары, которой практикуют мой Гуру Джи и, в общем-то, я. И как раз-таки, видимо, так как это был культурный, скажем так, центр европеизированной Индии на тот период, видимо, вот эти вот цветные бокалы, свечи, различные атрибуты, там, я не знаю, камни те же самые, полудрагоценные и драгоценные, скорее всего, все это обменивалось и, в общем-то, попадало в распоряжение радикальных мистиков, тантриков того времени. И так как это имело какой-то смысл, хороший смысл, то есть, это не просто там взяли что-то непонятное, третью руку и себе пришили. Это действительно имеет определенный смысл, так как тантрические мандалы, они, в общем-то, имеют разные цвета. И, например, когда ты делаешь пуджу какой-то конкретной паре божеств, которая, ну, символически имеет темно-синий цвет тела, символически, понятное дело, то почему бы, например, алкоголь им не поднести в темно-синий их бокал. Ведь это же как бы символически логично, то есть, одно к другому, в общем-то, ну, подходит. То есть, это не третья рука, это что-то, в общем-то, целостное выходит. И, видим, вот такие вот элементы как раз-таки и попадали в индийскую магию, в Абхичару в тот период времени. и наверняка у каких-нибудь в деревнях, там, индийских, в Бангладеше, наверняка до сих пор, в общем-то, все по старинке. То есть, там поставили два кокоса или два черепа человеческих, какую-нибудь, я не знаю, соломенную, соломенную тряпочку постелили, и, в общем-то, на деревянной тарелочке все это подали, там, с ясной подношения. Понятное дело, что там нет цветных тканей, скатерти и бокал. Но если, например, в нашей, в общем-то, в европейской части России это все достать нетрудно, почему бы это и не достать с другой стороны. Вот. Что касается остальных элементов, это просто к тому, что на самом-то деле нельзя сказать, что только сейчас Европа начала проникать в индийскую магию тлетворно. Европа, в общем-то, уже давно, так или иначе, проникла в индийский образ жизни, в индийский мистицизм в том числе. Просто это можно как в позитивном плане использовать, так и, в общем-то, обратить в профаничество, как это правильно назвать, то есть в деградацию все обратить. Что касается матрики, ну, начнем с того, что изначально это не мантическая система, это именно что код метафизический, с помощью которого описывается 50 реалий мироздания. От самых высоких, трансцендентных и божественных анутера до самых плотных, твердых, неподвижных, притхи или калагни, то есть земля или огонь времени, то есть это вот именно такая метафизическая система и структура, которая описывает все мироздание и с помощью которой происходит расшифровка и зашифровка определенных мантов. То есть, например, если в мантке есть такие биджи, как Ом Хрин Кун, это не звуки, которые просто сакральны, это определенный код, который требует расшифровки. Если ты этой расшифровки не знаешь, ну, значит, ты лох, получается. Что-то еще сказать. Ну, в том плане, если ты считаешь, что ты практикуешь танку и не знаешь, как это расшифроваться, ну, как бы, печально, грустно все это. Вот. Гуруджи, основываясь на этой системе, создал свой вариант мантического инструмента, уже с фонемами, нанесенные на карточки, на карты. И, в принципе, нельзя сказать, что он все это, образно говоря, придумал, то есть, что эта идея целиком его, потому что определенный способ прорисания, ну, понятное дело, был, потому что его не быть не могло, существовал в Индии давно. Просто тогда все это имело, во-первых, очень сложную структуру, вплоть до того, что надо было возвести целую мандулу, трехмерную, то есть, объемную, и, как бы, все эти расклады происходили после медитации на эту мандулу в голове адепта. То есть, не просто где-то там карточки раскладывать, а ты должен в своей голове, грубо говоря, 50 феноменов мироздания соединить, размешать и поочередно их доставать. Но, понятное дело, что тогда, в общем-то, все это было более естественно для того времени, для йогов, ну, так как все-таки тогда не было такого избытка информации, то есть, любая информация запоминалась гораздо лучше, не было столько отвлекающих факторов, как сейчас. То есть, грубо говоря, я понимаю, что многие люди, наверное, сейчас со мной не согласятся, но у древних мистиков и философов и ученых мозги гораздо лучше работали, чем у нынешних людей. Память была гораздо лучше. Запоминали целые философские трактаты, потому что не было, блин, возможности взять телефон и открыть его прямо здесь и сейчас. Либо ты с первого раза запомнил изус своего наставляющего мастера, либо как бы сосил ап. Вот. И, как бы, понятное дело, что тогда, ну, скажем так, мозг йогинов, адептов был более приспособлен до такого метода прорицания. Адиджи решил же, скажем так, упростить эту систему и создать, в общем-то, систему с мандовой двухмерной и с карточками, которые надо доставать. То есть, в какой-то степени они сравнимы, например, с теми же картами Таро или, может быть, руны, но они абсолютно, ну, их нельзя, скажем так, исключить из традиции. То есть, это же не просто инструмент прорицания, это инструмент восприятия мироздания. Это не просто 50 образных феноменов, которые описывают мир, это целая логически философская метафизическая структура, которая помогает трансформировать свое сознание из профанического в тантрическое. То есть, изучая, например, те же карты Таро, ты образно говоря, как был там, например, Юлькой, изучил карту Таро, стала Юлькой Тарологией. А если ты изучаешь Шриматрику, то ты изучаешь не только мантический институт, ты изучаешь саму метафизику. И твое сознание так или иначе будет трансформироваться. То есть, это значит из серии вы уже никогда не станете прежним после этого. То есть, невозможно использовать этот инструмент, если ты не переключил, не трансформировал свое сознание на сознание тандрических мистиков и йогинов. Если ты не понимаешь, что это не просто, грубо говоря, 50 карточек, а, в общем-то, описание всего мироздания, что это целая карта и целая схема. Ты не сможешь просто, ну, как бы, в общем-то, делать профессионально, делать хорошо расклад, делать прорицание. Это все взаимосвязано между собой. и стоит сказать важную суть, что, в общем-то, Шриматрика, Абхичара и, в общем-то, высший там риск обожествлению, это, наверное, не три разные, грубо говоря, не три разные функции, скажем так, не три разные аспекты. Это как вот действительно один единый живой организм, который просто проявляется по-разному. Как, в общем-то, я говорил ранее, что во мне есть, например, животное, человеческое, божественное, и в разных ситуациях, по-разному, как сказать, каждая функция проявляет себя по-разному. То есть без знания Шриматрики невозможно практиковать высший тантризм. Почему гуру тебе передал высшую Махсамаю видью, которую ты должен начитывать на щетках до конца жизни? Как ты ее расшифруешь без знания Матрики? Далее. Абхичар. Абхичарские заклинания, ну, каудовские заклинания, если проще говоря, тоже аплируют биджами, которые надо расшифровать. Абхичар невозможно без высшего тантризма, потому что если ты не осознаешь себя хотя бы как родственником, как сыном или дочерью божеств, то как твоя магия будет работать? Если ты воспринимаешь их как чуждых от себя, как не нечто родное, я не говорю про то, что даже осознавать себя как эти боги, то есть осознавать их как части себя, а если ты хотя бы не в силах осознавать их как свою родню, как свою семью сакральную, то у тебя и магия не начнет работать адекватно. То есть эти все три элемента так или иначе с собой связаны в единую традицию. Можно изучить, грубо говоря, попросить одинаков учиться шриматрике. Не вопрос, ты будешь учиться. Но рано или поздно ты заметишь, что твое сознание уже не может воспринимать окружающий мир, как это ранее воспринимала Юлька, назовем образно говоря. Ты начинаешь воспринимать этот мир, как это воспринимали йогины и мистики, сантризмы. И тут уже два варианта, все зависит от личных предпочтений человека. Какой-то человек захочет достигать большего, достигать большего понимания мироздания, больше иметь инструментов взаимодействия с ними. Кому-то достаточно того, что он открыл для себя гармоничную карту мироздания, гармоничную структуру мироздания, с помощью которой все становится предельно ясно, назовем так. Все становится логически, последовательно, понятно. Многие люди задаются вопросом, вот я как в тумане, как ежик в тумане, не понимаю, что вокруг происходит, кто я такой, изучайте матрику, вам все станет очевидно и понятно. Все будет просто, все будет логически последовать. Далее, Абхичара. Абхичара это уже ближе к тантризму, ну, точнее, Абхичара это и есть тантризм, просто это уже такой более прикладной уровень, когда, например, разумеется, тантрик своей главной целью преследует достичь обожествения. Однако, например, чтобы практиковать какие-то определенные практики, нужен партнер, жена или муж, чтобы делать определенные практики. И вот ты, например, проводишь специальный ритуал, чтобы боги посвали вот этого богоприятного партнера, с которым ты можешь, в общем-то, делать практику. Или, например, как это рассказывал мне Аде историю. Был в России такой интересный мастер тантрический Василий Репко, если не ошибаюсь, его звали. И однажды его местные участковые поймали за задницу за употребление анашин. И говорит, ну все, в общем-то, сейчас выходные, в понедельник повезем тебя, в общем-то, места не столь отдаленные. Он его просил не делать этого, что, в общем-то, ну извините, я больше не буду. Но тут участковый был неприклонен. Тогда Василий Репко провел специальную пуджу, причем смею заметить, что он попросил Божеств только лишь о том, чтобы, ну как бы это дело замят, чтобы не последовало ему наказание за вот эти вот профанические законы государства, которые он мечтит, которые ему не упирают в одно место, и, в общем-то, за эти выходные этот участковый умер. То есть, как бы, боги помогли этому человеку дальше практиковать свою садану, дальше обожествляться и дальше идти своим духовным путем. Просто, в общем-то, убрали вот эту вот преграду. То есть, если, как я уже сказал, высшая магия это достижение обожествления, то обхичара это то, что помогает тебе достичь более прикладных целей. Все-таки, секунду, все-таки большинство из нас не настолько радикально аскетического образа жизни, то есть, мало кто готов жить там, например, на помоечке, питаться тем, что люди выбрасывают и, я не знаю, медитировать с гулыжокой. Грубо, конечно, как есть. Все-таки большинству из нас требуется адекватная еда, чтобы чувствовал себя организм хорошо, нормальный сон, отлично будет, если у тебя будет любимый человек, чтобы, говоря, на душе не так тоскливо было. Если у тебя будут деньги для существования, ведь хочется жить не в шалаше, например, в лесу из веток построенного, хотя бы более-менее в каком-то адекватном жилище. И если тебе все это есть, понятное дело, что твоя практика будет идти лучше, потому что, ну, как минимум, во время медитации ты не будешь думать о том, а что бы мне пожрать и что-то мне холодно, потому что я сижу с голой жопой на камне. То есть, как бы, понятное дело, что большинству людей, не говорю, что все есть прямо радикально аскетического склада характера люди, и, понятное дело, совсем другая история. Большинству людей для хорошей духовной практики нужны комфортные условия. К этому можно по-разному относиться. Это можно считать как слабостью нашей тварной. Можно к этому относиться просто как к возможности сделать нашу игру жизни более приятной, красивой и фанфарной. То есть, по-разному можно это воспринимать. Это просто данность, что одним людям ближе одно, другим другое. и как бы логичнее, наверное, следовать тому пути, который для тебя более естественный. То есть, если ты все-таки не приверженец тому, чтобы выйти в лес на три недели и жить тем, что питаешься корешками, то, наверное, особо и не имеет смысла себя уж прям так сильно насиловать. Просто, опять-таки, здесь важный, конечно, момент, что, ну, как бы не надо привязываться уж совсем к материальным всяким благам. То есть, не нужно из одной крайности перетекать в другую. Все-таки мы духовно развитые люди, они материально привязанные. Я хотел продолжить. Исходя из этого, следующим мостом, а как вот уже максимально конкретные про наши прекрасные внутрироссийские реалии нашего дня выстраиваешь ли ты лично или вообще последователи и единоверцы твоего круга отношения с другими русскоязычными хинду назовем, потому что у нас есть последователи шахтисты, я их знаю прекрасно. Есть, понятно, всеми не к столу вспомненные кришнаиты, есть другие шаваиты, недавно как раз была довольно громкая история в Ижевске со штрафами за миссионерство и так далее. ну и в целом отношения к другим языческим я могу сказать на нашей русине объятные. Я могу сказать, не стесняясь, наверное, за всех адептов, кто, в общем-то, разделяет со мной нашу традицию, кто следует путем хайравы и кали, что мы с радостью будем общаться со всеми адекватными людьми, будь это шиваит, тантрик, язычник, даже если это будет кришнаит, главное, будь ты адекватным человеком, пожалуйста, не надо гнать пургу, и мы с радостью будем хорошо с тобой, ну, дружелюбно общаться. То есть у нас нет вот этого вот, как бы так выразится, человеческого высокомерия, то есть, что вот мы практикуем высшие недвойственные тантрические учения, самые высшие на этой планете, а вы все, ну, все вот эти остальные, нет, у нас абсолютно, это как бы это противоречит самому вот этому вот недвойственному тантризму, если ты считаешь себя богом, себя богом, их богом, все богом, то перед кем тебе нос, в общем-то, воротить, если все есть бог, перед кем тебе, в общем-то, пальцы гнуть, если все есть бог, перед кем тебе, ну, выеживаться, как бы, это, ну, значит, ты чего-то, видимо, не понял, раз тебе кажется, что вот ты весь такой из себя прекрасный солнцелегий, а все остальные это грязь из-под ногтей, ну, это глупость, есть люди, ну, будем откровенно говорить, ну, в общем, нехорошие люди, есть люди откровенно глупые, с психологическими отклонениями, есть люди, которые имеют какие-то, я не знаю, маниакальные наклонности, понятное дело, что с такими людьми мы не имеем дел, потому что, ну, в общем-то, причина на лицо, потому что это себе дороже, то есть, от глупого человека, ну, каких-то умных мыслей ты вряд ли услышишь, и каких-то благ тоже не поимеешь, да и, как бы, о чем тебе поговорить, если ты изучаешь, ну, философию мистицизма, а этот человек, например, самое его большое увлечение, это футбол, образно говоря, и ты думаешь, ну, блин, как-то сложно, сложно, это как бы слишком тяжелая тема для осмысления, вот, при этом, если этот человек адекватный, прекрасно, замечательно, никаких конфликтов между нами не будет, будут между нами хорошие, нейтральные, спокойные отношения, просто, как бы, ну, это как, я не знаю, есть, например, в джунглях, пугая, а есть, например, муравьи, вроде бы, как бы, они между собой, ну, не конфликтуют, но и в то же время особых дел не имеют, то есть, это просто, как бы, существа из-за разной области обитания, которые, ну, могут жить на одной территории, но пересечения между ними не имеют. То же самое, в общем-то, у нас со всем остальным миром, то есть, мы с радостью будем открыты для всех людей, кто адекватен, кто также интересуется духовным саморазвитием, какими-то радикальными практиками, мистицизмом, не обязательно тантрическим, в том числе, и в язычестве же есть много радикальных методов саморазвития, то есть, мы со всеми будем готовы прекрасно общаться, дружить. Если между нами мало общего, прям совсем мало, но при этом между нами, ну, при этом, например, ты не хочешь до меня как-то доклевываться, то мы просто будем сохранять спокойную, гармоничную дистанцию. И если же ты пытаешься залезть к нам в задницу без мыла, как-то нам навредить или сделать еще что-то неприятное, нецелесообразное, понятное дело, что, в общем-то, мы будем вести себя подобающе. Это как, в общем-то, с унитазом, то есть, если унитаз не чистить, то будут микробы, бактерии, как бы могут люди болеть всякими неприятными болезнями. Унитаз надо иногда чистить, то есть, убивать бактерии. Также и жизни. Если слишком много неприятных и неблагоприятных личностей в твоей жизни будет, то слишком много будет от этого проблем. Твою жизнь, так же, как и унитаз, надо все-таки иногда дезинфицировать, то есть, всяких неблагоприятных личностей из нее вычищать. И тогда будет у тебя спокойствие и гармония. Что касается индуистов, вот, вообще, на самом деле, ситуация интересная, потому что чаще всего это у индуистов по отношению к нам достаточно скверные отношения. Кришнаиты, ну, кришнаиты, я не буду говорить про всех плохо, но просто кришнаиты чаще всего они очень себе на уме, скажем так, причем это в негативном плане чаще всего проявляется, и поэтому с кришнаитами в принципе чаще всего сложно найти какой-то общий язык, точки соприкосновения. Многие другие индуисты боятся нашей радикальности, наших вот этих вот трансгрессивных практик, то, что мы там взаимодействуем с некро, с ремнялым, чаще всего это отпугивает. Неотантрики, ну, тут вообще отдельная тема для разговора, потому что, ну, нельзя сказать, что нас это оскорбляет, но когда весь тантризм со всем его богатством методов и практик духовного обожествления, в том числе, которые включают в себя сексуальные практики, сводятся только до сексуальных практик и убирается вот этот элемент обожествления, ну, это как кастрировать, наверное, тантризм получается, если не сделать еще что-то с ним хуже. То есть, получается, что по факту как бы мало того, что из всего вот этого богатства выбирается только секс, так еще и самая главная цель вот этого вот секса, она не извергается, да, в общем-то, каких-то, ну, достаточно телесных и мы назовем так скотских удовольствий, и это, конечно, ну, как минимум, это неприятно, потому что это создает тантрикам не самую благую репутацию, то есть, а, это те, кто трахаются, ну, как бы, блядь, спасибо, это очень приятно, чтобы у нас такого хорошего мнения, то есть, наверное, действительно бояться, наверное, чем думают, о нас так достаточно пошло. Что касается других индуистов, например, тут по-разному, например, лично мое мнение, многие шахтисты очень, например, как не странно, учитывая то, о чем я говорил ранее, очень много повернуты на именно сексуализируем всего, особенно женщин. Мне это несколько чуждо, потому что, мне кажется, что упускаются многие другие элементы, на которые ты можешь, в общем-то, медитировать, которые ты можешь постигать. То есть, я ни в коем случае не говорю, что, например, не нужно в женщинах видеть богиню, но и, наверное, при этом буквально сблизиться с каждой из них, это несколько перебор. Вот у нас поднималась интересная тема на тему того, что некоторые тантрические практики предписывают, например, ну, тантрические традиции, точнее, приписывают, что адепт должен вступать в сексуальную связь с женщиной легкого поведения. Я могу тебе сказать, что это точно не относится к нашей тантрической традиции, потому что в нашей традиции принято считать, что адепт мужского пола это хайрава, адепт женского пола это кали. и когда они в общем-то вступают в близкую интимную связь, происходит очень мощная духовная практика, в том числе, но не буду погружаться в подробности, потому что это все-таки ну, очень такой тема не для всех, скажем так. Происходит, во-первых, постижение двойственности, когда адепт наслаждается красотой своей жены, а адепт женского пола красотой своего мужа, потом, когда они сливаются, они постигают двойственность и недвойственность одновременно, то есть, когда вы вроде бы вместе и в то же время отдельно испытываете удовольствие от этого, и когда происходит сам вот этот апогей сексуального акта, происходит постижение недвойственности, когда теряется вот эта вот сама грань, где есть ты, где есть она, все, в общем-то, сливается в единое блаженство, а потом снова все снисходит недвойственности, двойственности, когда вы, в общем-то, возвращаетесь вот в это понимание, что я это я, ты это ты, но в то же время мы все еще вместе, и это так прекрасно, и все вновь возвращается. То есть такое вот интересное погружение, причем самое интересное, что приятное погружение в недвойственную божественность. И тут важно, конечно же, акцентировать внимание, акцентировать сознание, потому что адепт осознает свою жену богини Кали. Адепт женского повела осознает своего мужа как бога Хайрала. Если, например, тантрик вступит в половую связь с женщиной легкого поведения, будет ли она осознавать своего клиента как бога Хайрала или бога Шима? Она просто будет, ну это, блин, какой-то сотый, наверное, клиент сзади. Быстрее бы он же отстрелялся, я пойду домой. Уж мне все это затрахало. То есть как бы адепт-то может в это время созерцать богиню Кали или Шакти в этой женщине, но, в общем-то, это получается какая-то игра в одни ворота. То есть только адепт созерцает в ней богиню, а получается эта богиня видит в нем какого-то просто мужика, который уже как бы побыстрее бы он уже закончил, побыстрее бы с ним закончить и пойти домой. И теряется, во-первых, этот вот сакрум, во-вторых, опять-таки, сексуальные практики – это малая часть того, что происходит в тантризме. И лично, по моему мнению, если женщина, с которой ты хочешь разделить вот эту вот духовную практику обушествления, это же очень сакрально. То есть как бы не с каждым человеком ты сможешь разделить такую вот действительно… Это же буквально как открыть свою душу, практиковать своим партнером метод духовного обушествления. И если она не разделяет с тобой любовь твою к этим богам, не разделяет с тобой учения, и вообще чхать хотела на то, я не знаю, на твою духовность, на твое саморазвитие, на твое обушествление, и вообще все это звучит как какая-то хрень, как какие-то брейки, как ты можешь открывать свою душу такому человеку, который, в общем-то, пленит тебе в ответ на это. То есть для меня это кажется как минимум все очень странным, потому что это действительно это… Ну, с одной стороны, это либо игра в одни ворота, где ты созерцаешь на богиню, а богиня, так знаешь, мелочно на тебя смотрит, как умозрительно. А во-вторых, это получается, что ты открываешь действительно свою душу, свою вот эту вот любовь к богу, а в ответ получаешь плевок. Поэтому мне кажется, что все-таки либо такие методы стоит практиковать действительно с партнером, который так же, как ты, разделяет с тобой любовь к богам, любовь к традиции, к гуру, который видит в тебя не только какого-то мужика, бога Пхайраву, а ты видишь в ней не просто какую-то тетку, а богиню Кали, то только тогда, в принципе, возможен этот вот акт духовного обожествления, вот этого вот саморазвития во время сексуального акта между двумя партнерами. То есть, ну, в других обстоятельствах, мне кажется, лучше практиковать что-то другое, чем делать такую практику, такую действительно сакральную и прекрасную, по-своему прекрасную практику, просто с женщиной, которая, ну, отдает свою, скажем так, любовь уже, не знаю, клиенту десятому сзади. И ты просто один из них. Ну, это, опять-таки, мое мнение, мой взгляд на данную ситуацию. Поэтому, в общем-то, да, наверное, это имеет место быть, просто я это не понимаю. Слушай, ну, мы так довольно уже основательно и продуктивно и насыщенно побеседовали, и вот так вот, ну, в завершение я бы хотел, ну, задать стандартный свой такой открытый вопрос. Что бы ты хотел, ну, сказать, пожелать, высказать нашей аудитории, то есть, ну, в свободном таком режиме. То есть, такое свободное слово тебе передаю, то есть, какое-либо такое наставление, пожелание, совет, в общем-то, что бы ты хотел адресовать чисто аудитории, которые нас увидят. В первую очередь, я хочу пожелать всем людям, которые ищут нечто большее, нечто более сакральное, чем они привыкли, в принципе, видеть и знать по жизни, следовать своей тхарам, следовать естественному для себя жизненному пути. Потому что, как говорил мой гуру, ты на своем собственном пути всегда будешь номер один. На пути чужом ты всегда будешь номер два. И это в самом лучшем случае. Ты никогда не сможешь на чужом пути стать лучше, чем тот, кто следует, в общем-то, естественному для себя пути. Следуйте своему пути. Изучайте различные мистико-духовные традиции. Ищите то, что ближе вашему духовному сердцу, то, к чему оно взывает. Если вам ближе от удара подставлять вторую щеку для удара, следуйте той традиции, которая, в общем-то, исповедует. Если вам ближе в ответ на это дать в глаз и в нос, то ищите тот путь, который даст вам силы, даст вам уверенности в себе. Не бояться, в общем-то, человека, который дает пощечину, а найти в себе силу дать ему в ответ. Если вы в душе своей чувствуете себя волком, следуйте волчьей натуре, следуйте волчьему пути, а не пути овцы или козы или кого-либо другого. Если чувствуете себя львом, следуйте львиному пути, орлом орлиновым. Если чувствуете себя козлом, то будьте уж козлом, но вы будете самым успешным козлом, которого только можно будет найти. Не бойтесь изучать себя, чувствовать себя, следовать тому, что для вас естественно. Даже если то, что вам кажется, будет для вас естественно, не совсем поощряется обществом, социальными нормами. Вспомните богов Хайрава, который отрезал голову первого отца и первого священника в Рахме, делал шантаж, вымогательство, рэкет и прочие, не совсем социально благоприятные вещи. И тем не менее, он не запятнал свою божественность, а явился для нас, чтобы дать нам самые высшие, самые эффективные и самые быстрые методы духовного саморазвития. Будьте собой и будьте успешны. Хрин, Слахам. Богам во славу. На такой прекрасной ноте я душевно тебя благодарю за столь интенсивную и насыщенную беседу. Многие аспекты, которые там раскрывать и раскрывать и беседовать еще. Да, я еще с самого начала, когда это все только поднималось, думаю, это точно беседа на пару часов минимум. Просто меньше никак не получится. И это хорошо, потому что большие объемы у них осваивают информации, текстов или видео и ауди, их осваивают только избранные. Ну что ж, друзья, я тоже нашу аудиторию благодарю. И до следующих встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова